Амитенпурга на сотни верст ее пределы, а душу рвет и давит тело моя Сибирь. Заканчивая с Ларой Крофт, потому что две игры про приключения подражателей Индианы Джонса на одном канале, это слишком много, ну серьезно. Учитывая, что Лара Крофт абсолютно все попиздила из Uncharted, что только могла, у меня постоянно какое-то дежавю уже возникает. Странно, что она вот не ходит, каждый вазочкой не восхищается, типа, о, бля, какая ваза, вот эта ваза. Армянский фарфоровый завод, 3000 лет до нашей эры, она же должна, это как его, ну, она же археолог. Слушайте, какая она зачуханная в этой части, вот просто зачуханная, вот вообще просто, блядь, это самая, наверное, некрасивая Лара Крофт, блядь, за всю историю вообще этой серии, она вот просто страшная. Блядь, да что, что? Ну, армяне это, блядь, на совесть фарфор делали, смотри, пули не берут. РБ, подожди, еще, удерживайте изготовление отравленных стрел, ну и нахер, что она делает? Она, по-моему, что-то воображаемое сейчас скрафтила, давай еще на бис, пожалуйста. А, так вот, как это делается. Мастер-класс по сбору, по сборке воображаемого кубика Рубика, блядь. Как вам? А, знаете, что в Финляндии, по-моему, проводится или проводился чемпионат по игре на воображаемой гитаре? Не спрашивайте меня, в чем была суть. Суть была не, кто круче сыграет на воображаемой гитаре, а кто круче будет выебываться, типа у него вот гитара в руках, а на самом деле ничего нет. Ну, мне кажется, что проводили его исключительно среди психов. Но, не знаю, надо, кстати, погуглить. Мне кажется, такие вещи стоит записывать и выкладывать на YouTube. Я считаю, даже конкурс надо. Я считаю, даже что-то надо разыграть в таком конкурсе. Приз компьютер. Сыграй лучше всех на воображаемой гитаре. Ой, да хули там. Сыграй лучше всех на воображаемом компьютере. Так, по-моему, здесь втыкаются вот эти, блядь, хуй знает, что за стрелы. Стрелы, блядь, леголаса. Вот, и по ним надо лазить. И вот что, что, что... Ой, ебтый мать, что, что, что. Сука, опять я управление путаю. Ну, все. Теперь на Uncharted перешел. В отличие от Uncharted, здесь игра, она вот как для детей. На каждом ссанном шагу, вот на каждом обоссанном, тебе дают какие-то подсказки. Вот сам бы я, конечно, не догадался, что вот эта вот стрела, ой, вот эта стена, которая отличается от тупо камней, что в нее вот можно что-то... Блядь! Я считаю, что Ларри Крофт надо срочно нарастить ногти пиздатые длинные какие-нибудь. Телки же любят себе ногти наращивать. Я хочу сказать, что она довольно долго держит лук натянутым. Видимо, у нее нихуевые грудные мышцы. Там вроде, да, на грудные же мышцы. Ну да, растяжка. Плечь? Не, там дохера какие мышцы нужны, конечно. Да, ебись ты, бля, господи, может PlayStation джойстик взять, а? Но мне PlayStation джойстик не очень нравится, честно говоря. Вот в гонке на PlayStation джойстике играть, а-то одно. Но во все остальное, учитывая, что стики там нижние, да, а на Xbox один стик верхний вместо крестовины, становится не очень удобно. Почему туда не воткнулся? Там типа какая-то окаменелость охуенная, да? Ну туда я, блядь, не достану. Сейчас хрустит, трила обновилась, обломилась и все. Пизда, усказ, прилетели, блядь. А, она жила. Не, ну, блядь, игра вот она, сука, более подвижная, чем Uncharted. Вот в Uncharted после Лары Крофт не очень приятно играть, несмотря на то, что Лара Крофт все оттуда, все оттуда скоммуниздила, да? Как истинная расхитительница. Расхитительница чужих игр, но... Мне нужно немного передохнуть. Но ее сделали. Залепи дула, нахуй, свою, я говорю. Обосраться, блядь. Заткнись. Вот, и Лару Крофт сделали намного более подвижной, чем Фрэнсиса Дрейка. Фрэнсис Дрейк вообще, блядь, каменный какой-то. Нихуя не бегает, ничего. Лазит он, конечно, так же хорошо, но долго. Вот, в этом, блядь, вот какая графика все-таки. Вот я, да что рад, что все-таки разработка игр, она шагнула уже в такую даль, что хотя бы вот игру света, но я постоянно уже об этом говорю. Ну вот, в Нитварспиде мы с чуваком недавно играли, мы пришли к выводу, что половина успеха тамошней графики это свет, это освещение. Вот, все красивости в нынешних играх сделаны благодаря тому, что научились делать вот такой свет, стеклянные, зеркальные поверхности камней, и поэтому игры внезапно увлажнились, как там, блядь, я не знаю, как щели малолетних девочек при просмотре Ивангая, блядь. То есть, все такое, видите, оно, все влажное стало для того, чтобы это все блестело. Но просто камень, он же не может сверкать на солнце, если это, блядь, не какой-нибудь там драгоценность. Что-то как много зубочисток здесь навтыкали. Вообще, мне обещали каких-то зомби, что я тут встречу, я что-то... Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Эх, охуенно. Они спускались туда уже несколько столетий, с тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарь. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Яков, это что, блядь, римляне, что ли? Я что-то не понял. На них, по-моему, римские шмотки, но меч это вообще не глади ни разу. Ну, просто я сомневаюсь, что в широтах Сибири, где происходит игра, вообще, как будто туда могли прийти солдаты в юбках, но вот этот труп, он реально в юбочке. То есть, это, знаете, такие римские вот эти солдаты, гетры, юбки, блядь, завоеватели хуева. Сука, жаль, они к нам на Русь не пришли, не опиздюлились тут лишний раз, блядь. Нам бы для истории не помешало, а то мы всех, всех вздрючили, кроме Римской империи. А, ну, македонский, ну, хотя хуй знает, это тут, нет, это тоже, ты чё? Они сюда не шли, тут холодно, тут нехуй делать было. Идёшь, блядь, год по снегу, нахрен, человека одного, блядь, встретишь, дай бог, уже радость. Кому надо такую хуйню завоевывать? Монголам только. Вот этот меч, походу, командирский, видите, с позолоченным эфесом. И опять они все за живот держатся, заебало, блядь, уже. Пиздец, смотрите. Вот этот, как будто, дрочил перед смертью, посмотри, сидит такой охуевший. Дэвид Кэррадайн, ты ли это, блядь? Ну, хуец, естественно, там кости нету, поэтому он увял, его вообще не видно. А эти, а эти, а эти гладили котят, блядь. Сука, ну как так? Ну и вот неужели, вот, блядь, в такой графике, вот в такой вообще, вот в этом во всём нельзя было трупы разложить в нормальных позах, как-то на пику насадить. Хули они, как из инкубатора все? Это ж некрасиво. Графика, атмосфера, все дела, всё классно, но трупы, бля, вообще. Опять лежит труп, угадайте, как у него сложены руки, правильно, в районе живота, зачем-то. Это чё такое? Как-то войти-то. Тук-тук. Нихуя. Какое счастье, что здесь в пещере почему-то дырка, блядь, какая-то. Сделанная. Сделанная матерью природы по случайному стечению обстоятельств. А дальше уже опять рукотворная пошла. Хренатень. Бля, ну какая тут графика, конечно, да? Вот, ну вот, вот, начинается наконец-то интересно. Шутеры, что в Uncharted, что в Ларри Крофт, они вот не очень. Но вот как только начинается какая-то лазьба по красивым, по всяким местам, по эффектным. Ну, а вроде как онлайновая экскурсия по музею вы когда-нибудь пробовали там в интернете найти 3D 3D-экскурсия там по поезду по какому-нибудь там, например, по элитному можно. Вроде по пирамидам была. Но на дисках на Тарантина надо скачивать. И качество не очень оно старое. То есть, ну... Посмотрим, как работает эта штука. В общем, есть такая хуйня, как 3D-экскурсия, короче. И... Возможно, кому-то будет интересно их посмотреть. То есть, вот эта игра она вот чем-то похожа на то, что к 3D-экскурсии прикрутили шутер. Вот в такие моменты. Типа, вот угадай нахуй, чё там да Винчи строил, бля. И ты такой семилетний чё? О, ну здесь вот ларка ничего. Блядь, у неё прическа отстоянная. Мне кажется, что и на другой причесон. И возможно покрасится. И возможно похудеть. Чё у неё лицо такое круглое стало? Она чё, блядь... Как этому... немножко монголоидности ей добавили, скажем так. Давай, кривоножка. Блядь, ста... Оооо... А я думаю, чё-то ещё не ёбнулось до сих пор. Гимнасткам смешно смотреть на эту херню. А чё такое-то? А я не могу здесь стрелять из лука почему-то? Да ладно, ты чё? Это же Лара Крофт. Она всё может. Я всегда охуевал, знаете, от этих... от гимнасток, которые вот на этом на бревне прыгают. Ебать. Я по нему просто пройти не могу, наверное. Меня качает. Ну меня постоянно качает. А они там ещё прыгают. Чё-то сальтухи какие-то. Пиздец. Вообще, не знаю, как... Как, блядь, этому мучит? А, ну понятно. Сначала, наверное, доска на полу лежит, как бы. Я не знаю. Я предпочитаю на всякий случай сразу всё здесь подёргать. В любой непонятной ситуации дёргай. Угадайте, чей девиз. Ха-ха-ха. Давай. Я думаю, что надо вон ту подкрутить сюда, наверное. А как же толкнуть её теперь? Ёб твою мать. Ничего тут... А, ну смотрите. Прыгаешь, хуяк зацепился. На ту. Там надо, значит, пододвинуть. Ёбаная криворукая шалава. Ты можешь прицелиться? Тут надо вот это, наверное. Я не понимаю, кому нахрен надо было всё это строить? Обсерватория какая-то. Чё это за обсерватория, где планета Земля раз, два, три, четыре, пять раз, блядь, встречается нахуй. Вон пятая. Или это не планета Земля. Это, наверное, Нептун, блядь. Пять Нептунов у нас. И какие-то механизмы, какие-то доски, блядь. Кому это всё надо было? И всё это, блядь, построено, естественно, над бездной. Непонятно, блядь, в условиях, когда даже крана элементарного нету. Лебёдки электронные. Ничего, вручную такую херню тут понастроили. Я охотно верю. Ребята, я охотно верю. Какие-то ж градцы, блядь, им делать просто нехуй было. Они строили какую-то невообразимую херню. А, ну и всё. То есть, что-то... Ну, простенькая такая загадка, просто это подёргай, это подёргай. Хуйня полная. В этой части нету таких вот ебанически сложных загадок, наверное, как в той были предыдущей. Ёп, твою медь. Ну, не кажется, что это, блядь, слишком уже? Питышград русские же строили. Русские бы никогда не запарились насчёт строительства такой хуйни. Нам бы чё-нибудь попроще, коллайдер какой-нибудь там, не знаю. Даже тут надо разбежаться, наверное. Вы заметили, да, что на территории России нет ни одного, блядь, чуда света вообще. Там даже египтяне, блядь, какие-то, нахуй, папуасы чё-то построили. Пирамидки, правда, обосраны. Ничего сложного. Ну, мы даже на пирамиду не сподобились. Мы вот строили только церкви там охуенные, и потом, блядь, пришли там к власти определённые, определённые силы все эти церкви поразъёбывали, блядь. Мы опять их строить стали. Мы как-то, блядь, всё время на месте, блядь, крутились. Блядь, народ Якова я его... Будь внимательнее, Лара. Я его маму опереждал. Народ Якова опередил своё время. Вот так вот. Русские идут. Ничего, мне куда надо. Да ладно, блядь, туда? И каким образом, интересно? Ёп твою мать. Ну, видно, что надо начинать отсюда. Народ Якова, блядь, опередил своё время. Сибиряки-то у нас вот какие, блядь, умельцы. Вы поняли, да, чуваки? Вот, блядь, понастроили. Вот, молодцы. Блядь, пожалуйста. Лара, не торопись. Сейчас. Я вижу, что сейчас игра мне подыграла, причём явно. Явно, явно, блядь, я мимо летел. Меня подвинули любезно. спасибо за такое подгонище. Ага. Вот это опасно было, потому что я постоянно путаю, где находится Икс. Ещё дальше на матч налезем. Ладно, Лара Крофт, Яков-то сюда как залезал. Он же старый, пердилен. Даже когда был молод и свеж. А, вон гробница. Тут почему-то, смотрите, всё движется, а я стою. А я стою такая, все вдоль Чигабани. И всё. Не знаю, где были бессмертные зомби. Ну, блядь, это было охуенно, честно говоря. Если вот не гундеть, как я, конечно, это было охуительно интересно здесь лазить. Динамично всё движется, есть какое-то ощущение опасности. Не хочется ёбнуться вниз и начинать непонятно откуда. Но это было простенько и эффектно. Это было заебись. То есть я люблю, когда вот меня не выдрючивают нахуй, не заставляют какую-то ебанину совершать невероятную. Когда это реально можно осилить, пройти с первого раза при... Ну, как-то, при уприске ле, да? Тогда это нормально. Это ещё выглядит прикольно. Рукопись. Особые приёмы стрельбы из лука, разработанные в Византии. И чё? Классическое образование? Увеличивает до трёх число стрел, которые можно выпустить за раз. Без необходимости доставать их из колчина. Пиздец какой-то. А в чём суть? Кипа, быстрее стреляешь, что ли? Чуваки, блядь, Риана, прачи, дорогая, а ты вообще видела Леголаса? Он нахуй такой херней не занимается. Он каждую стрелу из колчина вынимает и стреляет, блядь, очень быстро. Чё, ты охуела, что ли, слышишь? Другое дело. Поднатужься, давай. Родненькая. Хорошо, стрелы бесконечные, походу. Вообще-то, сейчас она, по-моему, я чё-то не обратил, она каждую стрелу, по-моему, доставала, да? Чё-то, мне кажется, навык нас обманывает. Бляха-муха, а вот здесь она может посидеть, пострелять, да? Да, она достает их из колчина. Мда. Возможно, это толстые стрелы, да, какие-то, поэтому он не может их стрелять, держать в своих тонких пальчиках. старый город неподалёку. Хотя, слушай, она столько лазит, у неё должны быть такие сардельки на руках, что, блядь, горилла позавидует. Горилла. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да. Охуеть, делайте селфи. Я вхожу в старый город. Даёшь селфи на фоне взрыва. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождём. До связи. Депрессия, блядь, безысходность, нахуй. Ха-ха-ха, блядь, ну чё, ты будешь читать это говно-то? Смотрите. Она не хочет читать записку. А, вот. Надо подойти с правильной стороны, с подведенной. Этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевалился. против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок, как никогда. Оттуда, из-за гребня горы раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его достигну. Слушай, Рианна, блядь, дорогая, я такую хуйню могу тоннами сочинять. Вот, блядь, записки, они разрозненные, они не составляют какой-то единый рассказ. Это просто какие-то впечатления, ощущения неизвестных людей. И за это, блядь, ей какую-то премию дали? Нихуя себе. Моя лошадь пал. То есть, ну, это обычные, стандартные записюльки, которые можно найти, наверное, в каждой второй игре, в каждой второй, потому что в каждой первой они намного интереснее, потому что они об одном и том же, они о разном каждый раз. Блядь, о чем я хочу сказать-то? Они тут вроде все о пророке, что за ним кто-то идет, кто-то охотится, там, блядь, тут нападает что-то, блядь. Но все равно как-то они, блядь, неправильно все сделали. Нет, там на ледорубе можно зачем-то стрелы. Киздец, она карабкается. Вот стены, смотрите, как стены охуенно смотрятся. Ну, сосули такие не бывают кривые, блядь, в пещерах, тем более. Сосулька, она всегда ровная. Здесь сосульки какие-то, блядь, корявые, двухступенчатые, блядь, что за... Сосуля все испортила, короче. Вот камни заебисли. О, ёпта, они, они, они. Орки, орки, пошли куда-то, сарим. Саруман повел их на, 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 гондор, блядь, наверное. На хельмову патидук. Урукхай, Урукхай командует. Даже разговаривают на орчем языке, слышите, да? Да, кривые сосульки, это, конечно. Они, вот, не то, что вот сосулька всегда такая ровненькая, но здесь сосули совсем какие-то, блядь, чернобыльская аномальная. Вот, блядь, вот графоний пошел вообще. Прикрутили, прикрутили. Вот, смотрите, как, смотрите, как камень, блядь, вот это сзади нее. Просто вот камень, ну это лед, но он, блядь, на камень больше, больше, больше. Вот, больше таких моментов, больше красивых, сука, эффектных моментов. Момент говно, конечно, был, но все-таки разнообразие какое-то. Вот сосули, вот отсюда, смотрите, вот лед, как блестит херен. Камни, лед, вот, правда, на снегу какие-то внизу отражения теперь, блядь, непонятно, непонятно, что тут сверкает. Но она вон чиркает, по снегу шаркает. Правда, следы пропадают через какое-то время, я уверен. Вот, нет, пока остались. Пошла она, пошел в жопу. Где он стоит-то, что-то его не вижу. По-монгольски разговаривает, такое чувство, что ли, или по-японски, блядь. Мне всегда интересно, что чувствуют актеры озвучки в тот момент, когда несут такую непонятную хуйню. Нахуй. Им как-то текст пишут или они импровизируют вообще? Если пишут текст, то какими, на каком языке, какими буквами, блядь, непонятно вообще. Кто вот орков озвучивает? Я раньше думал, что везде латынь. Ну, вообщем-то, похоже на латынь, конечно-то. О, ебто, Чингисхан, смотри. Наверное. Ща ему за ноздри, блядь, киркой. А, за губу. Хорошо губастый мужик был бы при жизни, да? Повезло. Ха-ха-ха-ха, блядь. Слушайте, вот так от костра до костра, я помню, была какая-то игра, блядь. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но... Была, по-моему, даже на первом PlayStation, где ты тоже по снегу, там что-то лазишь, бегаешь, но у тебя время, блядь, ограничено, тебе надо до следующего костра добежать. Блядь, это скалолаз на Денде, ёптвою мать. По-моему. По-моему, да, скалолаз в конце битва, там с чуваком у вертолёта, надо разбегаться, его с ноги пиздить. Сука, напишите в комментах, кто помнит игру скалолаз, на какой она консоли была. И там тоже костры постоянно, он типа мёрзнет, надо до костра добежать, успевать. Залезть, запрыгать там, вот эта вся хуйня. Круто было. Так, ну чё, дайте какой-нибудь ещё костюмчик. Белодонна, блядь. Не хватает на Белодонну. Я не занимался живодёрстом, поэтому у меня нету шкур кабанов каких-то, блядь. Изношенная в боях, крутка потомка, синяя тенниска, охотница, кожаная куртка, походная куртка, зимняя белая куртка, серая тенниска. У неё вот на тенниске так отворот такой на сиськах, что, блядь. Оу. Не знаю, при чём тут теннис, но ладно. О, вот так она будет гармонично смотреться в снегу. Заебала зябнуть, блядь, мерзну, хуй ты мерзнешь. Вот это у неё классные штаны, смотрите, как защита от попадания снега в ботинок. Хотя, в принципе, в нормальные зимние ботинки снег и так и попадёт. Ну да ладно. Это если, вот на тот случай, если ты любишь кубарем с горки кататься. Ха-ха-ха. Ай, я отсюда пришёл, чувак. Или нет? А, или нет. Как ты отсюда пришёл? Ну тут пиздец, замок снежной королевы просто сейчас, как сосульки, начнут падать. Вот эти... Непонятно, как они так намёрзли даже. Они вот должны были здесь просто стечь по стене, мне кажется. Это не сосули, это сталактиты ебучие какие-то. Мне кажется, что вот такая сосулька, она должна была замёрзнуть одним сплошным колом таким ледяным, они много маленьких таких намёрзла, почему-то. Чё это ебался к сосулькам, да, казалось бы? Просто у нас в Питере вопрос сосулек актуально стоит. У нас тут даже приз обещала Валентина Ивановна. Как их много! Блядь, как громкая, нахрен, да? Кто придумает способ, чтобы, короче, сосульки не мерзли, а то ломами их сбивать типа кровлю портят сильно. Придумывали какие-то растворы, напыление, блядь. Один хуй сосули, как мерзает. Намерзали, так намерзают. О! Они тут кого-то сожрали, смотрите, какой красный скелет. Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. По моим следам. Мои раны серьёзнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я последний раз попытаюсь сбежать из этой ледяной гробницы. Святой источник здесь, на вершине самой высокой башни, но мне туда не добраться. Пока источник в руках у бессмертной армии пророка их не остановить. Это призраки и демоны, которых невозможно убить. Насмешка над всеми божьими творениями. Если троицы когда-нибудь удастся вернуть источник, сможем ли мы распорядиться им лучше? Боюсь, что нет. Возможно, будет лучше, если его никогда никто не найдёт. И мы видим, что Лара Крофт на самом деле читала не записку, а разглядывала какие-то карты или рисунки. Вон у него там из этой изобёртки какие-то нахуй выглядывают. То есть текста я там не вижу, но она что-то читает. И вот, собственно, видимо, хозяин записки. Он недалеко ушёл. Недалеко ушёл от своего послания. Помер здесь же. Дописал последние строки и загнулся, короче. Mission complete, мазафака. Можно спать спокойно. И вот мы видим ебанически красивый вид на источник там, самой высокой башни, да? Войти в тайный город. Гарри Поттер и тайный город. Преодолеть и стены и попадить его во внутренний во внутренний огород. Опять римского легионера тут мочканули копьями. Да хватит. Блядь, недавно костёр был, ты заебала. Чё у них понаставили-то? Это вам чё, Dark Souls, что ли? Здесь так часто костры не нужны. Но чек-поинт-то надо активировать, да, вроде? Если я не посижу, то чек-поинт не защитна. Твою жопу в костёр. А, подожди, она же чё-то должна ещё пиздануть. Интересная, как обычно. В этот раз Лара неславоохотлива, либо я и отбил настроение тем, что скипнул сиденье у костра в первый раз. Ой, сосуля! Чётко она еблецом по сосульке проехала. А вот и бессмертный бессмертный сибирский витязь. Пошёл греметь свой кольчуг. Кольчуг, он грибит. И чё-то там говорит. Тише, тише, обезьянка. Такой, чё, чё, что привлекло его внимание? Он тут, он тут, блядь, тысячу лет живёт и ни разу не сошёл, как сосудка. Ой, блядь! Тихо, он из Гондора, посмотри на шлем. Нет, это Рохан, он из Рохана. Блядь, может он с тобой поздороваться хотел. Ты его ебать! Начинается макоч. Ой, блядь, нихуя ты. Блядь, блядь, у меня гром-палка, я ваш новый король. Пошли в жопу от меня, твари, блядь. Блядь, гром-палкой хуй удивишь, да? То ли дело ледорубом ебануть ему. А говорят, их не убить, смотри, блядь, хуяк в башку. Асталависта, бэби, блядь, терминаторы не таких. Хули она не взорвалась-то? Синий огонь, хуяк в общем. И давай, и давай на картонах, на картонах. Ай, блядь, лошары, сосите ногу, ёпта. О, блядь, еще один. Так и не один, блядь, еще. Да хуя там пришло. Я знаю, как лечиться, иди в жопу. Сука, перезарядка, конечно, у этой пукалки, блядь, просто. Это ломная. Ай, блядь, после ворота хорошо вошло. Так, где мы... У меня что, обойму, блядь, на три выстрела? Блядь, надо было добить его, нахуй, тварь. О, он что-то сгорел. У него же нету шлема. Или, блядь, я что-то, может, не понимаю. На нахуй. Отведайте, блядь, цивилизации, вкус цивилизации, сука. Да, винтовка пиздец, какое говно, конечно, блядь, с такой перезарядкой, только огребать тут, по большому счету. Они бьются прям вообще, слушайте. Блядь, какую попасть. Я так понимаю, что от них можно было здесь убежать, на самом деле, тут вон, есть какая-то спидран-трасса. Опа. Щитового позвали. Они такой, что каким-то римским огнем кидаются. Прямо через щит пробил. Убийство с высоты. О, бля. Кирпичом забило. Вообще, молодец. Лариска ебашит. Вы когда-нибудь хотели иметь девчонку-каратистку? В принципе, в принципе, круто. Пока не посретесь. Потом пиздюлей навешает, блядь, переходите. Скажете, тогда ладно, балерину, как обычно. Лучше. Балерина, наверное, тоже с вертухи может, да, вообще прописать, блядь. Блядь, он из лука стреляет быстрее, чем я из этой... Здесь что, дамаг у него какой-то, блядь, обсосный немножко. Он вот вообще как будто не дамажит, мне даже лечиться не надо, я четыре раза пропустил. Что это такое? А, тут... Ну, тут, блядь, гранату им надо было кидать, походу. У них тут все, в этих бочках каких-то. Что-то все висит над головой, но... В бою-то чуть-чуть чем пользоваться не очень охота, честно говоря. На тебе, блядь. Что-то на них ничего не рухнуло там. Испытания моего врага зажжены сигнальные жаровни. В очко со своей жаровни забейте. Ненавижу такие испытания в играх. Тут еще можно было плакаты сжигать, блядь, советские. Ну, мало ли, кто не помнит. Вообще, отстой полный, блядь. Кому нахуй нужны такие челленджи? Да, ничего тут нет. Ну, короче, как обычно, слухи о бессмертных солдатах люто преувеличены. Заебись. Просто, блядь, лучшая вставка. Ну, и косы. А, да тут нихуя сейчас. Мортал комбат начнется. Финальная битва. Лю Канг, Шань Цунг. На-ка ся, блядь, выкуси, шабалдуй. Парирование. Бей бабу молотом, будет баба золотом, базара нет. Захуярил. Что-то я не понял. У него один раз только срабатывает вот эта вот атака после у ворота. Блядь. А, я понял. У Лука, у Лука дамага заниженный. Генеха. Иначе бы здесь ебашили просто, просто насмерть, наверное. блядь, пиздец. Чувак, ты заебал. Замочила. Лучники, чё, в рукопашную пошли? Кажется, два выстрела на них это слишком много, нет? Ну, вообще, смысл, даже хэдшот бесполезен против них. Одним ударом не убьёшь, как ты, блядь, не крутись. Но лут из них сыпется, слушайте, исправно. Вот всякая борода с них, шкуры, блядь, падают, смотрите, нихера себе. Можно животных теперь не мочить. Огонь смотрится, конечно, полное говно. Пиздец, как будто его в Сони Вегасе наложили. Когда вот горит, непонятно что, синим каким-то, блядь, пиздец. Я понимаю, магия вся, хуйня, ну, блядь. Визуально, но не очень, по-моему. По мне, не очень. Так, это как спуститься, подняться-ка. Чё, чё, чё? Даже через стены тебе просвечивать, ничего си. Чё это такое? Ну, а это опять, блядь, рисунки натуралиста. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Ебали детей. Всё для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. Какая нахуй бойня? Бойня, блядь, на Руси. И вот этим самым утром после стольких... Боец, блядь, мы таких, как вы, нахуй, на Руси, блядь, шатали нахер на Чудском, блядь. Знаешь, сколько, сколько, блядь, тефтонских рыцарей там плавать научилось. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зелёной долины, окружённой льдом. Мы нашли Китишград. Я бы обещал Хану великие богатства. Ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрём ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Блядь, это так похоже на четвёртую часть пиратов Карибского моря? Честно говоря, блядь. Только без пророка там было. А так тоже святой источник надо найти. Какая странная вещь. Ну, хуйня. Здесь скифские элементы, но похоже на... Астронавта. Нет, не может быть. Похоже на хуйню какую-то. Не может быть. Что это, блядь? Ну, что это такое-то? Скифские элементы. Похоже на... Похоже на что? Что это такое, блядь? Напишите в комментах, что это за хуйня. Первые обитатели. Первые обитатели, что, планета Земля, что ли? Ну, инопланетянин какой-то, короче, похоже, да? Ага. Это что там? Арочка такая? Ничего себе. Не та кнопка. Та кнопка. А, там сигнальный огонь был. Куда ты, блядь, нахрен надо? Откуда-то патроны налутало, что непонятно. Для пехоля. И там сигнальный огонь. Слушайте, а если я все сигнальные огни зажег бы, что бы мне дали? Прыс в студию. О, еще записка. Две в одном месте. Блядь, радость-то какая. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом. Нихуя какой голос. Но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой хашар. Пусть пленники запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге. Но все должны служить орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей. Да, 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 блядь, да. Он манит нас, манит нас труселями, это красными. Так и куда, блядь, залезть-то надо? Я что-то нихрянь не понимаю. Здесь никуда нельзя воткнуть стрелу. В лед, например. Давай, давай, лезь. Ты же умеешь. Что-то сейчас она непонятно исполнила. И веревку выкинула, и ледоруб успела выхватить. Какая красота. Ледяная... Ой, блядь, ледяная пещера, посмотрите. Цимис, ёпта, мить. Ну, несмотря на то, что она замерзла, как будто волна какая-то. Как будто Саб-Зиро реально море заморозил. Но... Вода, конечно, говно. Вот здесь вода должна быть минимум уровня Хардлайн, блядь. Поедем на горке кататься. Шифер говно. Да, было видно, что... Паркурщица, блядь. Уровень 80. Опа. Пророк. Я нашёл, где они похоронили Пророка, они его заморозили. Саб-Зиро. Винс, виталити. Что? Строица пробьёт лёд с минуты на минуту. Ой, смотрите, лёд в воде плавает. Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. Да строча на той стороне. Иди в жопу, не звони мне больше. Смотрите, лёд какой говёный в воде. Вообще, вообще как-то, блядь, он... Как будто, знаете, пакет целлофановый в воде плавает. Смотрите, лёд находит на лёд, льдинка на льдинку, блядь. Ну, тут двигается, но... Ой, блядь. Пизду. Реально, в море после шторма пакет целлофановый плавает. Ух ты, ёпты. Ты посмотри. Видишь, что построили. Вот здесь вода такая неплохая со льдом. Ну, блядь, на ютубе вам не видно будет сто процентов, но здесь такой, типа, мелкий... Мелкий-мелкий лёд такой в воде на поверхности, но он, блядь, весь пикселями. Видно, что он пиксельный такой. Но всё равно смотрится заебись. Отражение есть. То есть ей похер, да, что это статуя какая-то. Она не хочет сказать, что как этот чувак в юбке тут не замёрз. Видно же, что эта голая нога у него из-под юбки в сапог идёт. Вот вот в щиток. В щиток голени. Я вот не знаю, зачем вот они... Смотрите, вот какая странная броня. То есть вот это... Как это? Бицепс бедра, квадрицепс, блядь. Это как бы не защищено, ничем не прикрыто, а зато голень в стальном таком сапоге. Они чё там, блядь, хайкиками дрались? Лоукики друг друга били, что ли, в бою? Может, мы чё-то не знаем о схватках древности, потому что оно... Как-то ногу надо либо всю защищать, либо смысл. А, я понял. Знаете, почему это? Это, короче, чтобы когда ты на лошади едешь, тебя же не могут достать. Ну, чтобы тебе по ноге, типа, не... Да нет, сегодня полная. Ну или да. Я не могу по-другому объяснить. Это странное бронирование. Святой Источник должен быть там. Святой Источник. Похоже, путь в центр города пролегает через эти врата. Да, которую охраняют легионы Мордора. И тут лаги начались какие-то. Ой, блядь, ещё одна. Ёпта, радость какая. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я мыл руки кровью, чтобы найти пророка теперь бессилием. Атака обернулась осадой, и люди пророка сделали невообразимое. Направили орудия на ледники и погребли свой собственный город под лавиной. И монголы, и люди пророка погибли под огнём. А, под снегом. Чё-то я, блядь, уже нахрен. Хан и его орда мертвы, улицы Китежа усеяны трупами. В ледяном сердце города в живых остался лишь я. И армия бессмертных пророка рыщет по руинам в поисках выживших. В их глазах горит дьявольский огонь. Но это старая добрая русская забава. У нас сейчас тоже есть такая штука, называется периметр. То есть, когда нас будут завоёвывать, мы разъебём всё. И мы все отправимся в ад, нас никто не победит. Видите, Китежград действовал тем же способом. В этом я ожидала увидеть бессмертное существо. Но Яков такой... Человечный. Сколько он должно быть повидал за эти годы. Опытный, наверное. На шишку просит саларка. Своим людям веками. Всё ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит святой источник. Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятное научное открытие? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Голос у актрисы, конечно, для Лары Крофт подходит. Но я бы не сказал, что он такой прям секси-шмэкси. Какой-то вот странный. Всё, в общем-то, на этом можно серию заканчивать. Как обычно, на самом интересном. Конечно, что... Ну, что, бессмертных посмотрели, по льду полазили. Что ещё надо? Святой источник, короче, будет в серии. Так что что-нибудь жмите там, что-нибудь там пишите. И всё такое.